Новый выпуск третьего сезона самого захватывающего арм-проекта по рукам! Рейву! Красивую историю или могу по чесноку? Раньше я говорил победить дружба, но сейчас не то время, не то место. Неспортивное поведение. Выполняем команды рейферии. Отлично! Хороший поведение! Я приехал только побеждать, конечно. Ставь! 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 Потому что первый TRX это был максимальный TRX из всех TRX, которые возьмут. Напомню, на машине меня наваливать не можем. Хочешь проблем, купи себе их. Грубо говоря, грузовик с мощностью BMW на Stage 2. К моему сожалению, скорее всего, похуже. Просто это что? После М-ки посадиться сюда? Просто загрязняет атмосферу так, что у некоторых вещей я не понимаю. Собственно TRX продал, а вот что купил вместо него. А я не знаю, а как видео начинать? Эмоционально опять, как учили блогеры, типа вау! 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 Не так? Кстати, чтобы вы понимали, это моя первая машина в жизни новая. Что без пробега. Потому что до этого TRX на нем было сколько-то лет? Он прям новый, новый? Он прям вообще абсолютно новый. Е-х-х-х-х-х! Хо-хо-хо! Да ну, что я бросил, будешь что-то делать-то! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Насколько это возможно, это моя машина. Вот прям вот, насколько это возможно. Вот ничего не хочу сказать. Она классная тачка. Но как будто бы вот в старых приборках, которые наполовину аналоговые, наполовину были это, как-то они смотрелись более, что ли, агрессивно, более уместно. А то, что вот изменили, ну, по факту. Просто она на три года моя свежее машина, чем та была, да еще. Это конец 23-го года, а та была начало 21-го. На то я уже накатал 50 тысяч пробега. Новый хозяин на ней уже наездил там под 70 тысяч на машине пробега. Насколько крепкие они, насколько крепкие машины, если их не насиловать излишне. И раз в 5 тысяч все-таки меня отмаслятся. Вот, я надеюсь, что с этой машиной будет то же самое. Не будем над ней издеваться. Смотри, то есть, видишь, нам ее еще было. Ей предстоит интересный путь. Путь и сбор, во-первых, это теле. На миллион двести сколько-то тысячи дороже, получается, уходит в ходу. Логистика стала дороже. Три, что ли, тысячи я платил долларов за доставку. Сейчас я плачу 8700. С учетом того, сколько она и куда каталась. Мы отправляем машину на одну локацию. А там все, типа закрыта граница. Отправляем на другую, закрыта. Все едет и будет ехать. Всегда будут новые входные пути. Ну, просто мы попали вот в эту непонятку. Вот в эту турбулентность, когда никто не знает, куда правильно поехать. Вот и все. Ты что, мы так долго стоим в машине? Да, 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 да. Это ж недолго. Оставлю я кузов ли таким, либо я буду его клеить в какой-то цвет. По хрену его знаю. Не решил еще. Вот. Пока мне белый нравится. Первым делом куда поедешь? Первым делом я поеду сейчас на нем на паркинг. Поставлю его на паркинг. У меня вообще нет ничего, никаких планов. Может быть я поеду в зимние приключения на родину. Как вот мы любим это гонять. Может загоняем туда. А старый, который TRX, ну старый новый TRX, он тоже на родину поедет? Ты имеешь в виду программу? Да. Сначала кузовню сделаем, запчасти, за каждым запчасти идут 40 дней. То есть это в ноябре тут запчасти придут. Короче, если к концу ноября он будет готов, я буду очень сильно рад. Короче, вот так все. Ну что тут, тут как положено. Вот уже завтра я расскажу уже, когда буду более приподнять настроение. Блин, насколько это контраст после М-ки, садиться сюда. Максимально приятная машина. Насколько это возможно. Охранительное ощущение, конечно, от того, что так вот так вот сидишь, вот так вот едешь. Из заметного, это понятно, что добавили CarPlay и изменили вот эту историю. Убрали кнопку Home, убрали еще какие-то кнопки. Ну короче, чуть поменьше теперь кнопок здесь. Сделали электронную приборку и другая кожа здесь стала. К моему сожалению, скорее всего, похуже. В предыдущем TRX 21 года все было натуральная кожа. То сейчас здесь немножечко пошли то ли по экономии, то ли по экологичности. И влупили сюда другую кожу. Блин, ну одно радует, конечно, то, что все-таки мотор тот же остался. Ну и пока, мне кажется, машины чем-то мягче. Хотя здесь 18 колеса стоят. Там 20, ну вроде разница небольшая, но по ощущениям по мягкости все-таки как будто бы есть. Теперь задача. На каких колесах ездить? С учетом, что у меня на парковке 22 лежат. От габаритов отвык. Выезжал с парковки. Ну, думал, как раньше выезжаю, а потом прям вот в двух сантиметрах от морды одной машины проехал с задним крылом. Потому что здесь, в отличие от стандартного РМ, еще здесь расширенные арки на крыльях. То есть вот я смотрю, прям выпираю. Нужно на это запас брать всегда. В общем, по рынку они сейчас от 18 даже, там 18 уже вряд ли найдете, и до 25. Да, стоят сейчас. Да, не кисло. Что свой я брал значительно дешевле. Опять же, свой я брал, там была 1000 миль пробега. Это там прошлый? Да, просто прошлый. Серенький. Жалко нажать нельзя. Так хочется в топочку нажать. Всего лишь 100 миль пробега. А, вот что еще изменилось. Но это уже не в машине. Бензин подорожал сотый. Сейчас мы приколемся, сколько будет здесь сюда бак стоить. Сотый полный. Вот честно. Ну, я не супер критик какой-то в мель. Ну, хуже сделали меню. Мне неудобнее. Что это за фон белый? Что это? Это так температура регулируется теперь? Ну, это говнень. Нет, объективно. Старое меню выглядело дороже. То есть старое меню, именно по графике, по всей истории, она выглядела дороже, чем вот эта. Ну, что это такое? Что это за белая-белая какая-то клеточка? Зачем они это сделали? Вот это, что это? Это выглядит дороже, чем прошлое меню? Сам шрифт. Ну да, вот, я нашел. Это разница такая просто. Я в шоке. Шляп. Выберяем заказ, право на платный. С учетом расхода, это каждый третий день. То есть 10 заправок по 9 тысяч. 90 тысяч просто будешь тратить на бензин, если будешь ездить на нем активно. Догадайся, сколько денег? Сколько баков? Я считаю, что примерно 10 тысяч рублей. Кхе-кхе. Кхе-кхе. 10 тысяч рублей. Молодцы, молодцы, вы. 9 тысяч. 8-900. Не, но тоже крепко. Здесь бак на 120 литров, даже 124. Машина говорит, что бака тебе хватит, парень, на 370 километров. Не нужно. То есть машина где-то рассчитывает расход 40-42 литра. Машина новая, всякая юристория, обгорает стул. А, вот честно? Для меня пахнет спичками жеными. Кому-то подвалом, кому-то болотой вообще, кому-то еду. Кто-то еду в этом услышал. Вот здесь вот я еду, когда на бэке, асфальт сняли, и тебе по подкрылкам стучит камушки, и ты такой аааааа. А когда на этой машине едешь, тебе похер хоть вот сюда, метеориты тебе по подкрылкам стучат, и такой … Так, что мы взяли по итогу, друзья? Да, я понимаю, встреча с этой машиной была не сильно эмоциональная. Потому что даже сейчас, при этом, как я начал снимать машину, за растамушку же платишь, и я часть денег, те, что-то отдал, менял я доллары год назад, через своего помощника. И там попалась пачка желтых долларов, которые сейчас никто не принимает. И вот у меня сейчас мозги делаю, типа поменяете баксы, А мне это надо? Чем это вот эта вот жизнь взрослая, ребят? Те, кто помоложе смотрит, не торопитесь взрослеть. Хотя, если вы студент, студентуйте мне, кайфуйте, наслаждайтесь жизнью. Потом всякие интересные проблемы. Хочешь проблем, купи себе их. Вот по-другому никак. Хочешь проблем, купи себе их. Ладно, не об этом, друзья. У нас все равно благостная новость. У нас воссоединение с легендарной для меня моделью Ram 3X. Последняя машина, которая идет с 6,2 литра Super Charged, который... Вот эта херня, она у меня и приближала. Последний мотор, который вот такой вот он. V8, огромный, на компрессоре. Что из машины? Простой белый базовый цвет. У меня цвет вообще был не важен, в принципе. Единственная машина, за которой я охотился, ее просто не было в Штатах, она иногда там всплывает. Это Lunar Edition. Я и два месяца ждал, ждал, потом думал, так это метод Lunar Edition. Куплю, что куплю. Просто уже надо было брать машину и все. А самое главное, что было для меня в этой машине, это комплектация. Здесь комплектация Level 2. Сейчас я достану специальную бумажечку по шейфу. 24 модельный год. Ram 3X Crew Cup. Базовая цена этой машины, чтобы вы понимали, на бомжа 95 490 долларов. Эта машина стоила 117 540 долларов. А за что же мы заплатили, собственно, эти экстра? Трейлер Toe Group. Это вот эти вот кнопочки. Вот эти вот штуки. Абсолютно ненужная вещь. Я не знаю, кто на 3X-ах таскает прицепы. Ну, кто-то таскает. Какая-то опция непонятная мне. Bad Utility Group за 1000 долларов. Ладно. Вот это, я так понимаю, стоит 250 баксов. Все, что вы видите здесь, карбоновое. Вот это в карбоне здесь, карбоне и сзади, карбоне и на руле. Весь карбоне, который присутствует в машине, это 1295 долларов. За что мы платим основную сумму? 11 тысяч долларов за TRX Level 2 Equipment Group. То есть, это бесключевой доступ, кожа, рожа, вентиляция, подогрев сидений. Короче, здесь все. Вот все, что есть в этой. Харман Кордон сюда входит. Панорама. 1600 баксов. Dual Payne Panoramic Sunro. Это стоит 1600 баксов. Off-road style running board с баймапар. Чего, блядь? Не знаю, что это значит. 1200 баксов за это. 18-е колеса с бедлоками, на которых можно ездить на приспущенных колесах для грязюшки. Ну, короче, допников тут. На 20-ку, грубо говоря. Вот что такое машина TRX на полном жиру. И какие опции туда входят. Если вы владелец машины 2021 года, и у вас там пробег до 50 тысяч километров, вы таки думаете продать, купить новую, не продавать, не покупать. Ничего нового вы здесь, кроме вот этой вот электронной приборки, не увидите. Предыдущая приборка была вполне себе секси. Кожа у вас на 2021 модели года гораздо лучше. То есть, ну, смотри, вот здесь вот. Ну, блядь, да, другая она. Она еще пыльная. Ну, понятно, что она пыльная, но она другая. Она просто другая. Не живая. Да, там была прям кожа. Ну, то есть панель, как минимум, там была в коже. Сейчас здесь панель в какой-то этой, там, не знаю, напа или не напа, это что это такое. Отличаются строчкой, то есть вот здесь вот вставочки серенькие, серомышинские, здесь строчечка серомышинская. Вот, а бывает на лунаре нас стоит синяя строчка. Я сначала думал, что серенькая будет скучно смотреться, но нет. Сейчас смотрю, вполне себе нормально такой сдержанный и приятный салон. Ближе к белому такому стичек. Ну, мне нравится. Сам по себе салон на 3x достаточно прост. Я бы не сказал, что скучно. Ну, просто-просто. Как BMW базовая есть на черном салоне. Ты такой, садишься такой, ну, да, ну, и как бы, и нет. Машине предстоит легендарный путь. Как всегда, это будет такая повозка. Я думаю, что минимум мы с ней 2-3 года поживем. По поводу мощности я не знаю. Вообще, сначала я думал делать себе турбо-версию на 1400 лошадиных сил. Потом сейчас сижу и думаю, а на кой мне этот Элят нужен эти 1400 сил? Есть у меня вот там Beha, которая тоже достаточно неплохо пуляет. Отчего я устал на предыдущем TRX? Реально, я устал, признаюсь, это было тяжело. Я сильно устал от шума. То есть, в этой машине абсолютно нет никакой шумоизоляции. То есть, полы просто, это простая жестянка. То есть, ребята разбирали салон. В полах простая жестянка. Выхлоп, могучий 6.2 мотор, который просто трасса шараша. Там неимоверное количество поток идет выхлопных газов. И она просто наиграет, она вибрирует. То есть, вибрация в салоне. То есть, сюда нужно делать шумовибро. Шумовиброизоляцию. И даже с шумовиброизоляцией уже там можно будет какой-нибудь подшаманить, придумать какой-нибудь уже, прикрутить выхлоп. Но вот так, в таком исполнении 100% нет. Опять же, выхлоп с заслонкой, которая переключается. Сложный путь, потому что, опять же, объясню. Когда люди ставят выхлоп, на котором заслонка может закрываться, недостаточная продувка мотора происходит. То есть, не все газы выходят. И поэтому, если вы наваливаете по трассе, да, там на дальничок, вам приходится открывать заслонку. А смысл этого всего? То есть, если вы хотите по трассе валить нормально, ехать в потоке, там свои там... Ну, на этой машине рекомендуемая скорость 160-170. Увы, все, что выше, это для этого мотора, для этой массы, это тревожно. Ставьте дополнительное охлаждение. Иначе просто на этих, на стандартных компрессорах все перегревается, и можно просто положить мотору. Реально, про тачки я знаю про эти все. Насколько же тихо, да? Реально, предыдущая машина, когда-то заводит, бру-у-у, все. И когда она начинала обослать, работать, уже невозможно было видео записывать. А сейчас на стандартном выхлопе, они, может, что-то шелкать подшаманил, не знаю, может, выхлоп поставили дополнительный. Но сейчас гораздо, гораздо приятнее стало. Че нового происходит, ребят? Че нового в жизни? Сейчас активно готовим чемпионат мира со всеми его, всеми, всеми его активностями. Сейчас договоримся со всеми, кто будет вести какую-то там свою площадочку. Обсуждаем там сейчас бодибилдинг, стритлифтинг. Основной смысл нашего 10-го юбилейного чемпионата это отпраздновать. Отпраздновать то, что мы 10 лет вместе с вами. Праздновать мы будем большим количеством активностей, большим количеством звезд, большим количеством призов, большим призовым фондом в 10 миллионов. Вчера я выложил Рилс, где Джулиус Медок сказал, что готовлюсь в Россию. Как бы это секрет раскрылся. До этого еще был один секретный гость по фамилии Ларат. Но, к сожалению, Ларат не смог приехать, хотя дал предварительное согласие. Потом просто у него немножечко поменялись планы. Ну, будет круто. Ну, реально. Ну, будет круто сейчас. Все силы. Реально у меня просадка по основному каналу. Я даже не выкладываю нормальные туда видео. Не могу сейчас снимать. Я уже 2 или 3 недели не снимаю из-за того, что приходится совмещать организаторство. И это просто провести выставку. Это не просто собрал всех друзей и все, и давай. Там реально прям вот такой объем работы. Там столько всего нужно. Ну, просто. Вот просто. Одних спонсоров. Ну, 10 миллионов рублей. Призасло. Ну, откуда-то надо взять. За площадку там застройку. Вот все. И вот это в башке крутится. Вот это в голове. Постоянные какие-то мысли, 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 мысли. И такой, ты выходишь из этого, станет. Блин, мне же надо что-то снять. Очень сложно совмещать творчество. Ну, простое творчество. Да, там придумать какой-нибудь рилсик. Придумать какую-нибудь фоточку. Поехать куда-нибудь. И офисную работу. Когда ты просто сидишь в офисе там с 10 до 6. Или там с 12 до 8. И ты сидишь. И ты потом только выходишь. Даже в зал приезжаешь. Думаешь, ну, с зала-то можно что-то выложить. И ты такой, а ты просто, а ты еще там. Ты еще в офисе. Ты еще на телефонах. В ноябре полечу на Ист-Вест в Турцию. Хочу посмотреть, что там ребята делают. В конце октября хочу слетать на... Посмотреть, как Вася Пельмень будет у нас выступать по щечинам. Конец октября такой будет достаточно насыщенный. И интересный. Ну вот. Ну и понятно. Подготовка, подготовка. У нас уже выходит третий сезон. Сейчас шел по рукам. Сейчас будем снимать четвертый сезон. Так что мы с вами всерьез, надолго. Поэтому, ребята, занимайтесь армлестингом. Готовьтесь. Только профессиональный промоушен и лига по рукам может вам дать действительно то, чего вы хотите в спорте. Вы что думали, что я такой дурной, что TRX продал и все без TRX? Не, не, я у себя уже не вижу без этой машины. На самом деле, вот эти вот коробчонки, я уже как бы себя очень сложно у них себя воспринимаю. Я про маленькие машинки. Я, кстати, в одежде, которая сегодня... Это парадное выходное, которое я впервые сегодня напялил на себя. Типа, знаешь, там, сжигануть нам, там, встреча была, все дела. Как-то так это будет выглядеть. Смотри, сколько здесь резины. Шматок. И сколько здесь резины. Почти ночью. Ромбарчик, свет rigid. Что-нибудь, может быть, пленочка какая-нибудь, а может быть и нет. Какой-нибудь, может быть, карбончик кованый. Ну, а что касаемо мощности, наверное, пока зима и смысл вообще делать. Есть ли? Нет. Я думаю, что никакого смысла нет. На зиму хватит и стандартных 711 лошадиных сил, которые здесь есть с завода. Более чем, грубо говоря, грузовик с мощностью BMW на Stage 2. Кстати, интересно их вместе поставить, кто быстрее будет. Субтитры сделал DimaTorzok